Всем привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить о бровях и вместе с вами протестировать продукты, которые мне прислали Rimmel. И посмотрите, какая потрясающая упаковочка, в которой мне они прислали свои новые продукты. Это какая-то новая серия продуктов для бровей. Тут совершенно разные продукты. Все вот эти продукты идут с таким хэштегом «Брови кары». Посмотрите, какая потрясающая фотография и вообще какая потрясающая упаковка. Я буду хранить ее, чтобы делать с этой упаковкой фото, наверное, в Инстаграм. Я не знаю. Тут есть несколько продуктов, и все эти продукты мне не знакомы. Я хочу каждому из них попробовать сделать брови, ну или просто как-то вместе с их помощью сделаем брови. Абсолютно незнакомые мне продукты, абсолютно ничего про них не знаю. Я заказывала оттенок «Медиум». Это должно быть что-то не слишком темное, не слишком светлое, потому что мои брови как бы не слишком светлые. Так что давайте начнем. Здесь несколько средств. Первое – это карандаш для бровей. Второе – это пудра для бровей. Третье – гель для бровей. Следующее – помада для бровей и карандаш для бровей. Тут два разных карандаша. Один с фибровыми волокнами, а другой – просто карандаш. Как я понимаю, я никогда не пользовалась пудрой для бровей и помадой для бровей. Я не знаю, нужно ли наносить эти все средства вместе, но мне кажется, нет. Поэтому давайте просто протестируем все эти средства по отдельности. Я думаю, что гель для бровей, наверное, прозрачный. Да, гель для бровей прозрачный, что очень круто. Значит, он подойдет всем абсолютно. Он бесцветный. Я люблю бесцветные гели для бровей. Мне кажется, самые нормальные брови можно получить именно с бесцветным гелем для бровей. Сейчас у меня на бровях есть мой карандаш от Ифраше. Я его уберу, смою и, собственно, потом мы с вами приступим к тестированию всех этих продуктов. Ну вот, собственно, я смыла свой карандаш для бровей. И первое, что я хочу попробовать, это вот этот карандаш для бровей. Здесь есть такая щеточка, очень классная. Это оттенок 002. И, в принципе, он не выглядит слишком уж темным. Я думаю, что он мне должен подойти, хотя цвет такой достаточно теплый. Оттенок достаточно теплый. Мне нужен именно холодный оттенок для моих бровей, потому что мой карандаш, например, который я всегда пользуюсь в пепельном оттенке, такой достаточно холодного подтона, поэтому мне подходит идеально. Не обращайте внимания на мою челку, я просто не могу никак по-другому делать брови. Первое, что я хочу сделать, это причесать брови, так как они и должны лежать, собственно. Очень классная вот эта вот щеточка. Она как-то очень хорошо все прочесывает. Не знаю, может и потому, что она новая. Может быть, поэтому. Сейчас этим карандашом буду делать брови так, как я обычно делаю. Я не делаю никаких контуров или что-то такое. Я просто заполняю пустые места всегда, потому что брови у меня достаточно большие. Я никогда не делаю четкие границы, потому что это было бы слишком. Я просто буду брать вот так и заполнять пустые места, как я это обычно делаю. Ну вот, как-то так. В целом, мне кажется, что этот оттенок карандаша для меня немного не подходит. Он немного какой-то теплый. Мне не очень хорошо подходят теплые оттенки для бровей. Не знаю, как-то не очень хорошо, мне кажется, подходит этот оттенок мне для бровей. Но в целом карандаш вот этот. Очень классно все прорисовывает. Не знаю, я не заметила никаких недостатков. Он хорошо пигментированный и наносится легко. Хотя, на мой взгляд, он немного суховат. Но это, в принципе, у всех карандашей есть такая проблема. Ну, для меня лично это проблема, потому что мне кажется, что карандаш может быть немного более мягким. Этот карандаш такой же сухой, как и все карандаши, которые у меня когда-либо были. В общем, что еще хочу сделать? Я хочу сейчас нанести сверху вот этот гель для бровей и посмотреть, собственно, как он работает. Гель для бровей мне очень понравился. Буду им пользоваться дальше. Это точно. Потому что он прозрачный. В принципе, неважно, с каким оттенком карандаша его использовать. Очень-очень классно все фиксирует. Мне обычно не нравились гели для бровей, потому что... Ну, возможно, у меня были плохие гели раньше. Они как-то не фиксировали. Они были просто как водичка. И карандаш смазывали. Особенно, когда вот нанесешь карандаш, гель мог его сматать. Этот гель карандаш не смазывает. И, в принципе, очень даже хорошо все фиксирует. Я так думаю, но сохнет достаточно долго. То есть, нужно посидеть так несколько минуточек, чтобы он высох уж точно. Вот такие брови у меня получились с этим карандашом и с гелем для бровей вместе. Я думаю, что достаточно неплохо. Мне, в принципе, нравится эффект. Как-то все очень быстро, легко наносится. Гель просто чудесный. Но оттенок этого карандаша мне не совсем подходит. Он достаточно теплый. И вообще, мне кажется, все оттенки вот в этой серии, они достаточно теплые. Хотя на вид кажется, что оттенок холодный. Но когда носят его на брови, он достаточно теплый. Он не рыжит, чем грешат обычно карандаши для бровей. Но для меня просто не подходит. Мне нужен карандаш с холодным. Под тоном какой-то пепельный оттенок. Я никогда не делаю никаких геометричных бровей четких, там с какими-то четкими контурами. Потому что я считаю, что это не нужно. Все должно быть естественно. Возможно, мои брови даже не слишком идеальные, не слишком одинаковые. Но, мне кажется, в этом, собственно, и весь смысл. Чтобы ваши брови выглядели естественно. С этими двумя продуктами у меня получились достаточно естественные брови, я считаю. Я смыла то, что у меня было на бровях. И сейчас хочу попробовать другие продукты, которыми я вообще никогда в жизни еще не пользовалась. Это пудра для бровей. Для меня это что-то новое. Я вообще никогда не видела такой продукт. Впервые его вижу, впервые буду с вами использовать. Опять же, мне кажется, что, наверное, для меня это будет как-то слишком теплый оттенок. Тут такой, знаете, маленький аппликатор. Если наносить на руку, то это выглядит вот так. Она такая сухая. И оттенок, опять же, для меня достаточно темный, достаточно теплый. Но я абсолютно не знаю, как пользоваться пудрой для бровей. Я впервые ее вижу. Я не знаю, нужно ли наносить ее после карандаша или до карандаша. Но мне кажется, это все должно работать как самостоятельный продукт. То есть, каждый из этих продуктов должен работать как самостоятельный продукт. Написано, что пудрой для бровей всего один продукт для вау-эффекта 3 в 1. То есть, это самостоятельный продукт. Заполняет брови цветом пудровая текстура для заполнения бровей цветом. Удобный аппликатор для точного нанесения. Что могу сказать про пульт для бровей? Для меня это, наверное, не самый удобный продукт. Он не самый крутой для меня. Потому что, во-первых, очень-очень-очень сильная пигментация. Посмотрите, какая у меня темная бровь получилась с этой пудрой. Степень этой пигментации абсолютно нельзя регулировать. То есть, вообще никак. Просто вот она наносится вот таким темным слоем. И бровь получается очень-очень темная. Еще один минус этой пудры в том, что она осыпается. Может быть, вы можете видеть, у меня здесь пятно такое от нее осталось. В общем, эта пудра осыпается просто на лицо. Наверное, это не самый удобный продукт. Или, возможно, я ее как-то не очень правильно пользуюсь. Но в целом, я бы, наверное, не стала. Карандашом намного удобнее пользоваться. В целом, как-то намного получше. Если сейчас взять недель на бровей и закрепить брови с этой пудрой, наверное, станет немного получше. Не приемлю такие темные брови на себе, но с этой пудрой они получатся именно темными. Хотя вот здесь, на упаковочке, у Кары брови прям вот очень четкие, очень прорисованные, очень темные. Я такие брови не люблю, поэтому, наверное, для меня этот продукт слишком-слишком уж жесткий. Брови делает таким едкими. Следующий продукт – это помада для бровей. Здесь написано, что помада для бровей выручит любой ситуации. Теперь создать ровные брови очень легко благодаря новой кремовой текстуре. Точное нанесение, стойкость в течение 24 часов. Водостойкая формула. Эта помада еще и водостойкая должна быть. Никогда не пользовалась помадой для бровей. Она вот так вот... Она не выдвигается? По-моему, она не выдвигается. Я не могу открутить. Нужно ее просто наносить на брови. В принципе, как и все. Я ее просто наношу. Я не какой-то визажист, поэтому, ребята, не судите строго. А вот помада для бровей мне понравилась. Действительно, наносится просто в два клика буквально. То есть вы просто проходитесь по брови, и ваша бровь уже заполнена цветом. Она уже получает контур и, собственно, выглядит прилично, хорошо. Это действительно продукт, который можно использовать вот за два щелчка. Очень удобно для тех, кто постоянно торопится, для тех, кто куда-то спешит, кто вообще в целом не любит тратить много времени на брови. Это намного быстрее, чем карандаш. И намного лучше. И мне кажется, она сразу фиксирует брови. То есть вы наносите, у нее такая восковая текстура, и она сразу фиксирует брови. Если чуть-чуть еще щеточкой вот так распушить, в принципе, брови смотрятся очень круто. Видите, как бы пудра для бровей, она какая-то слишком... Не знаю, ее не растушевать. Она какая-то слишком неудобная в нанесении. И просто странный какой-то продукт. Вот помада для бровей мне вполне понравилась. Не знаю, по-моему, это очень классный продукт. И, кстати, цвет, в принципе, ну, совместимый с жизнью. То есть мне подходит. Хотя все эти продукты в одном оттенке у меня. Вот эта бровь мне определенно нравится. Она такая зафиксированная, очень такая плотненькая. Так что помада для бровей определенно то, что я вам советую. Ну и последнее. Это вот такой карандаш для бровей. Как мне кажется, он не будет особо чем-то отличаться от вот этого карандаша. Хотя, в принципе, мне понравился вот этот карандаш. Я сотру сейчас пудру для бровей и попробую этот карандаш. Написано, что это карандаш для бровей с микроворсинками для заполнения. Мягкая формула для легкого нанесения, легко растушевывается. Я стерла пудру для бровей. И сейчас я сюда нанесу карандаш, который заявлен как карандаш с микроворсинками. Не думаю, что он очень сильно будет отличаться от того карандаша на самом деле. О, нет, ребята, этот карандаш намного лучше, чем вот этот. Я думала, что он вообще ничем не будет отличаться, но мои брови получились максимально естественными. Даже цвет мне идеально подходит, как я считаю. То есть этот карандаш делает более естественные брови, чем вот этот. Вот этот прям карандаш, карандаш. Вот это просто такая, знаете, легкая какая-то посыпка для ваших бровей. Если хотите добиться максимально естественных бровей, то вот этот карандаш вам подойдет. Определенно, на все 100%, мои фавориты, это вот эти два продукта. С ними можно сделать те брови, которые я люблю. А это естественные брови, не слишком яркие брови. Такие брови, как будто вы ничего с ними даже не делали. Как будто вы не выводили ни четких контуров, ничего такого. Вот эти вещи просто супер. Ну и помадка. Тоже что-то новое для меня было, но очень классное. Она фиксирует брови просто намертво. Вот я провела ей буквально пару раз, и она зафиксировала брови, вот я не знаю, их просто не сдвинуть. Гель для бровей этот, наверное, не сравнится по уровню фиксации с этой помадой. Просто шикарная вещь, если вы куда-то торопитесь, если вы куда-то спешите, и вам нужно и зафиксировать брови, и сразу их заполнить, и накрасить, и сделать хороший контур. То есть вот эта вещь, она для таких случаев. Обожаю, люблю. Спасибо Rimmel за то, что я смогла протестить эти продукты. Упаковочка тоже шикарная. Видно, что люди прям вот любят свою работу, классно подошли к делу. Это очень крутые продукты, поэтому я вам могу рекомендовать вот эти три. У этих продуктов есть три вида оттенков. Это для блондинок, это Medium Brown и Dark Brown. Собственно, я брала Medium, потому что мои брови все-таки не такие светлые, как у блондинок, и мне казалось, что если я возьму карандаш или все продукты для блондинок, как-то для моих бровей это не подойдет. Мне, в принципе, оттенки подошли, они немного теплые, но не рыжат. Если у вас брови такие же, как у меня, с холодным подтоном, и вы возьмете вот гель для бровей без оттенка, карандаш с микроволокнами в оттенке Medium и помаду в оттенке Medium, вам вполне это подойдет. В целом, пудра нет, нет, она осыпается, она неудобна в нанесении, она слишком-слишком темными делает брови. Просто, не знаю, это совершенно не мой продукт, я бы не стала им пользоваться. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте им пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы здесь первый раз, у меня есть основной канал, на котором я выпускаю музыку. И снимаю разговорное видео, так что ссылка на него будет в описании. Если вы хотите познакомиться со мной поближе, то переходите. Всем пока-пока!